Но мне бы хотелось остановить внимание и призвать в помощь святителя Иоанна Златоуста, одного из моих любимых толкователей, что касается иго и бремени, когда говорит Господь, придите ко мне, оттруждающиеся в деменедине. Иоанн Златоуста ацентирует внимание в первую очередь на грехе, как он именует его и говорит, что ничто так не применяет душу и ничто так не ослепляет мысль и не преклоняет долу, то есть вниз, как сознание греха напротив, ничто так не воскревляет и не возносит душу ввысь, как приобретение правды и добродетель. То есть Господь говорит, что грех тяжек и бремя его нелегко и неудобоносимо. Если мы вспомним, Пасалмопевец говорит, яко бремя тяжкое, а тяготеши на мне. Вот это все слова о грехе. И в первую очередь, когда Господь, придите ко мне, всетруждающиеся и обременение, и аз упакую вы, конечно же, в первую очередь Господь говорит о грехе. Вообще-то, кривоугольная тема вообще в принципе библейская, одна из главнейших для человека христианина, поскольку грех, понятие греха, тесно связано с понятием покаяния. А покаяние – это как бы основа, фундамент, это начало спасения. Если мы вспомним, с чего начинается Евангелие, Евангелие начинается со слов Иоанна Христителя «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть покаяние – это начало спасения, покаяние – это начало приближения с Богом, а покаяние может быть только тогда, когда есть грех. То есть святые, ну не святые, а спасенные, которые уже на небе Царство Небесное, они уже не приносят покаяния, они уже во спасение. Они с Богом, они спасены, они чисты от греха совершенно. И вот, конечно, вообще тема греха, она очень важна в каком смысле. Важно понять, что такое грех. Осознать, осмыслить. Чаще всего, чем… Когда приносят самое искреннее горячее покаяние? Когда человек осознает свой грех. Вот вспомним 50-й псалом, вспомним книгу Царства, когда к Давиду пришел пророк Нафан. Ведь Давид уже успел согрешить двумя тяжкими грехами – любодейством и убийством. Но 50-й псалом был написан и принесено глубокое покаяние после того, как через притчу пророка пришло вдруг к царю осознание этого греха, ощущение в себе. Он вдруг осознал, осмыслил, что он сделал. Вот как бы в этом смысле вот эта тема очень важна. Поэтому в данном случае Ян Златоуст и говорит, что в первую очередь речь идет о грехе. И всякая душа может приблизиться к Богу только тогда, когда она снимет с себя, сбросит с себя бремя греха. Но грех – это такая, скажем, даже не сказал субстанция, это такое состояние в душе, которое не всегда ощущается в человеке. И человек порой мучается и живет, и страдает от своего греха, и злобою своей томится порой. И в страсти разные его точат, как появление греха. И он может этого не понимать, то есть он где-то вот интуитивно, подсознательно не понимает. Но когда приходит мир в душу со Христом, тогда человек чувствует разницу. Вот, пожалуй, что можно было бы сказать об Иге и Бремени. А, соответственно, исходя из этого, можно и дальше говорить о том, что сказал Христос о своем Иге и Бремени. То есть Иго моё благо, и Бремя моё легко есть. То есть Иго заповедник, да, вот Ян Златоуст опять же, он так вопрошает, он очень любит ставить вопрос ребром. Но какое же это легкое бремя, скажешь ты, когда Господь говорит, например, ащи кто не возненавидит отца или матери? Или в другом месте, если не примет креста твоего, и в средь меня грядет, не с меня достоин. И кто не отречется всего имения своего, не может быть мой учениц. И тогда говорит Ян Златоуст, пусть научит тебя Павел, имея в виду Павла, первоверховного апостола Павла. Кто ны разлучит от любви Божьей, говорит апостол. Скорбь или теснота, или гонение, или град, или нагота, или беда, или меч. Пусть научат тебя и те, которые по получению многочисленных ран возвращались из Синедриона Иудейского, радующиеся, якобы за имя Христова сподобились без чести и приятия. Но здесь, конечно, единственную мысль мы выведем, такую наиболее поверхностную, на поверхности лежащую, которая говорит нам о том, что время исполнения заповедей, то есть заповедь исполнить, тоже нужно потрудиться. Царствие Божие нудится, силой уберется, говорит Христос в Писании. Но вот это усилие по исполнению заповедей, и плод, и результат, который человек получает по исполнению заповедей, он несравненно легче и благодатнее, и питательнее для человека, нежели бремя последствий греха, который в краткосрочном времени сладости своего греха потом лечет за собой тяжелые последствия. Святитель Иустин, преподобный Иустин Попович, сербский философ, привел очень интересное сравнение. Он говорит, что стал бы ты пить из кубка, пусть самый прекрасный и вкуснейший напиток, если бы знал, что над ней его таится скорпион. Вот так говорит и всякий грех. Сколь бы сладок ни был, над ней его всегда таится жалящий скорпион. Ну, имеется в виду убивающий душу грех. Вот такие вот аналогии, конечно, можно привести, пытаясь объяснить и понять смысл сказанных Христом.